Эта неделя ознаменовалась сразу несколькими скандалами, связанными с исполнительным комитетом Гагаузии. Сначала сама Ирина Влах попала в просаг, выдав мысли российского филолога Лихачева за свои собственные, а потом дело дошло и до ее подчиненных. Начальник главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах решил блеснуть остроумием и оскорбил жителя села Гайдары в социальной сети. И не просто жителя села Гайдары, а претендента в кандидаты на выборах в народное собрание Гагаузии. Претендент в кандидаты рассказал, почему он решил баллотироваться в народное собрание. Сказал, как умеет, и спасибо ему за смелость. В это время некоторые люди, которые, видимо, считают себя умными, решили над ним посмеяться. В том числе Виталий Влах. Он оставил оскорбительный комментарий, тупой еще тупее, под видео с мужчиной из Гайдары. Это вызвало волну возмущений в социальной сети. Во-первых, потому что Виталий Влах получает зарплату, в том числе из налогов вот этого мужчины из Гайдар. Деятельность Виталия Влах на посту члена исполкома, в том числе и питание оплачиваются благодаря этому мужчине. И талоны на питание Виталия Влах получает тоже из бюджета Гагаузии, который формируется из наших с вами налогов. Виталий Влах покупает себе новое авто в пандемию благодаря жителям Гагаузии, в том числе жителям Гайдар. За счет жителей Гагаузии Виталий Влах может разъезжать на служебном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Давайте вспомним. Уважаемый, это парадрагер. Он вычисляет количество алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, Ваня. Один момент, я прошу прощения, человек сказал... Не мешайте, пожалуйста, мы ведем все данную процедуру. Отказ или уклонение, в вашем отношении будет возбуждено уголовное дело. Никаких отказов, ребят. Отказ или уклонение, в вашем отношении будет возбуждено уголовное дело. Ребят, у вас не противно. Мы вам предлагаем, вот стерильный муштук, это аппарат драгер. Мы вам предлагаем какие тестирования на данном аппарате. После этого инцидента в 2017 году Влах выплатил штраф в 20 тысяч лей и продолжил свою деятельность на государственной службе. Виталий Влах возглавляет управление внешних связей. Это, можно сказать, лицо нашей автономии. Конечно, мы с вами понимаем, что по-настоящему умный, образованный и воспитанный человек, тем более государственные служащие, считающие себя дипломатом, никогда не позволят себе оскорблять другого человека. Но некоторые все же могут предположить, что раз Виталий Влах позволяет себе так оценивать жителя Гагузии, то, наверное, он очень эрудированный и способный человек. Чтобы разобраться, так ли это, мы посмотрели интервью Виталия Влах телеканалу ГРТ и были впечатлены потенциалом гагузского чиновника. Интенсивные и частые встречи связаны с тем, чтобы мы могли убедить наших партнеров по развитию, прийти к нам в регион. Поверьте, это очень сложно. А почему сложно? Гагаузия, да, автономия в Гагаузии таких, скажем так, регионов республики достаточно много. Они могли пойти, не знаю, в Кагул, они могли пойти в Кишинев, они могли в Бельце уйти, в Сороки. То есть, но и за каждый проект мы боремся. Возможно, Виталий удивится, но таких регионов, как Гагаузия, в Молдове больше нет. Такой регион только один, и это Гагаузия. Если члены исполкома не понимают, в чем преимущество автономии перед другими районами и сравнивают автономию с рядовым районом, то, возможно, комментарий тупой еще тупее был оставлен не под тем видео. Гагаузия имеет свое преимущество в сфере инвестиций. У нас есть местное правительство, парламент и армия чиновников на службе жителей Гагаузии и для привлечения инвестиций. Но с такими чиновниками имеем, что имеем. На этом Виталий Влах не остановился и решил блеснуть турецкими проектами, которые были реализованы в Гагаузии три года назад. Самое важное, и думаю, что вам, журналистам, тоже надо отследить важный момент. Проект реализовался, мы как-то про него забыли. Но здесь надо потом посмотреть, какой эффект получился от этого проекта. Возьмем даже школу Дом творчества в городе Камраде. Большое множество детей сейчас занимается в различных кружках. Мы можем гордиться нашими детьми, потому что три года назад этого не было. Дом престарелых в Чадерлунге. Откровенно, надо честно говорить, своими усилиями, своими средствами мы бы никогда не построили новый дом престарелых для наших стариков. А мы должны уважительно тоже к этому относиться. Это та социальная инфраструктура, которая необходима для жизнедеятельности нашей автономии. Можно начать с того, что проект строительства Дома творчества в Камраде был инициирован еще при предыдущем Башкане. Тогда же было получено согласие турецкой страны. Во-вторых, Дом творчества в Камраде работал и три года назад. Просто в другом здании. И три года назад дети тоже занимались в кружках, рисовали и танцевали. И три года назад ими тоже гордились. Ну и в-третьих, Дом престарелых – основа жизнедеятельности Гагаузии. Виталий, вы серьезно? Далее Виталий рассуждал о начале IT-эры в Гагаузии. Под влиянием эмоций он даже начал придумывать новые слова. Ну или может, браобязательство – это какой-то специальный термин. Поясните кто-нибудь, я не совсем понимаю, что это. И мы должны им предоставить должные рабочие места. Чтобы они, бра на себя обязательства, были уверены, что они придут в крутой диджитал хаб. Ну и напоследок, на путстве Виталия для молодежи. Ты можешь окончить и Гарвард, а можешь его не окончить. Очень важно, кем ты хочешь быть и кем ты хочешь стать после окончания того или иного вуза. Ну логично, можешь окончить Гарвард, а можешь и не окончить Гарвард. Заметьте, в отличие от Виталия Влах, я его не награждаю некими апитетами. Выводы об этом персонаже в команде Ирины Влах пусть сделают сами жители Гагаузии. Однако беспокоит полное отсутствие реакции Ирины Влах на то, что члены исполкома позволяют себе оскорблять жителей Гагаузии. В нормальном демократическом обществе министры сами подают в отставку и после меньших оплошностей. Например, в Новой Зеландии министр здравоохранения Дэвид Кларк подал в отставку после того, как нарушил ограничительные меры, связанные с коронавирусом. В Гагаузии члены исполкома и приближенные к власти служащие имеют очень много плюшек за счет бюджета. Это и хорошие зарплаты, которые даже больше, чем у президента Молдовы. Тот же Влах получает около 17 тысяч лей в месяц. Это и талоны на питание. Пока простой работяга берет с собой обед или булку с кефиром, чтобы сэкономить. Питание гагаузских клерков оплачивается из бюджета. В-третьих, это служебный транспорт. Пока рядовые жители Гагаузии добираются на работу за свой счет в небезопасном общественном транспорте в любую погоду, чиновники пользуются комфортабельными служебными авто, полностью оплаченными из средств Гагаузии. В то время, как члены исполкома позволяют себе оскорблять претендентов в депутаты Народное собрание, мы не видим реакции от его начальницы. Ирина Влах сказать, что общество не возмутил этот прецедент, мы не можем. В сети много возмущений по этому поводу, но Башкан почему-то не реагирует. Это говорит либо о том, что Ирина Влах придерживается того же мнения жителей Гагаузии, как и Виталий Влах, либо о том, что она как менеджер не способна подобрать достойную команду.